Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Хоть мы сегодня и будем говорить не совсем, конечно же, о том сервере, на котором я играю, но я хочу, чтобы вы не забывали, что Arizona, RolyPlayFenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить 300.000 вертов на руки своего персонажа при достижении вами 5-го левела, находится в описании, вы можете зайти, сделать множество разнообразных манипуляций и по итогу, по достижению вами 5-го игрового уровня или там что-то наподобие того, вы сможете получить целых 300.000 вертов на руки своего персонажа, чтобы прям вот у вас всё было в наилучших традициях Готэма. И многое-многое другое. Diamond, 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 RolyPlay. Ох, вот сколько раз я уже говорил вот эту вот фразу, но сколько же про Diamond, RolyPlay было вот всего много сказано. И ведь не перестаёт Diamond нас всех удивлять и, наверное, более не перестанет. Вполне возможно, что у них, знаете ли, такая вот рекламная кампания вот так вот работает, что на каких-то постоянно таких, знаете ли, конфликтных вещах, таких, знаете, кибербулевских вот этих вот, знаете ли, всех делах и во всём, во всём вот во многом другом. Вот. И вы знаете, в чём вообще дело вот в данном случае? Я вам расскажу. Я читал новость, я охуевал. Я прям вот, я читал, я просто, я думал, блядь, всё хорошо вообще, блядь, там, ну, всё нормально-то или нет, или вообще как? То есть, ну, я не знаю, я просто, я реально, я читал, я думал, блядь, ну, что, со мной что-то не так? Или это Diamond, RolyPlay, блядь, чё ты с Diamond, RolyPlay не так? Потому что, ну, я охуел, я вам честно скажу, я просто, блядь, ну, я охуел, блядь, ой. В общем-то, на Diamond RolyPlay добавили какой-то там новый тип бизнеса, какие-то склады и стоянки. И вы знаете, один из ютуберов проекта, там, я не знаю, какой точно ютубер, знаю, что его зовут, Илья Евдокенко, вот, он воспользовался админскими функциями, чтобы зарегистрировать себе вот эту вот самую компанию. Вот, и, понимаете ли, в чём дело? Так как он был админом, там, и вообще, то есть, ну, он ютубер, понятно, что ютуберам там админки выдают, ну, просто там буквально один раз попроси, и всё у тебя будет уже в наилучших традициях, я не знаю, всех вот этих вот, знаете ли, остальных вещей. То есть, просто вот ты один раз просишь, и всё, и у тебя уже всё в наилучших качествах, в наилучших вещах, вообще у тебя всё вот это вот есть. Вот, и, понимаете ли, в чём дело? Дело в том, что для того, чтобы зарегистрировать вот эту вот самую компанию, он использовал свои админские привилегии. То есть функцию телепорта, для того, чтобы телепортироваться, и для того, чтобы создать машину. И знаете ли что, на Diamond Roleplay, как и на любом проекте, запрещено использовать для ловли любые преимущества над другими игроками. А ютубер, понимаете ли, когда всё это увидели, когда увидели, что ютубер делает вот такие вот вещи, когда увидели, что он для ловли, для регистрации компаний, для всего прочего использует вот эти вот самые свои админские привилегии. И знаете, что с ним сделали? Ему не дали выговор, его не сняли с админки, его там, я не знаю, как-то не решили зарплату, да его просто сразу же уволили. Понимаете, в чём дело? Человек сотрудничает с проектом, да, на протяжении какого-то длительного количества времени, сотрудничает, 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 всё нормально, привлекает туда свою аудиторию, привлекает туда своих людей, которые там чё-то как-то делают, и вот многое-многое другое вот они вот так вот делают, вот. И знаете ли, в чём дело? Знаете ли, в чём дело? И всё, его увольняют. Его увольняют просто, блядь, я задел микрофон, его увольняют просто за то, что вот он один раз ошибся. Один раз человек ошибся, и всё, я, если бы Митин что-то подобное сделал, да, хотя он и не играет в сам, то есть ему похуй, он так чисто заходит отснять какой-то видеоролик свой, вот этот, вы знаете, новый пранк, или ещё какую-то хуйню, то есть, действительно, ну, это полнейший пиздец. Человек вот так вот заходит, и всё, и просто вот он славил, я понимаю, возможно, да, он знал, что там будет какой-то выговор, будет какая-то прочая хуйня, вот эта вот вся, но он даже не думал, что вот будет вот именно всё вот это вот так, полнейший пиздец. То есть, понимаете, сотрудничаете с проектом, всё нормально, он платит вам зарплату, он платит вам ещё какие-то, знаете ли, такие прочие вещи, да, для того, чтобы вот всё прям было у вас максимально хорошо в вашей жизни, чтобы всё максимально было нормально, то есть, у вас взаимовыгодное сотрудничество, вы приводите игроков, которые потенциально могут задонатить на проект, они вам за это платят деньги, и тут вы один раз оступились, словили просто там вот так вот бизнес, да, или чё там, контракт, да неважно, при помощи вот каких-то админских привилегий, и всё, и Даймонд Ролиплей снял вас с сотрудничества. Не, ну так разве делается? Вот так разве делается? Вот вы не можете просто вот так вот сказать? Так, разве делается? Вы знаете, тут в норме вещей было, ну, абсолютно какое угодно наказание, но чтобы человека там, знаете ли, снять и с админки там, и с проекта, просто уволить, когда человек работал, человек заработал себе на жизнь тем, что играет и снимает на Даймонд Ролиплей, просто вот так вот брать его, увольнять за какой-то один прокол, я уверен, человек извинился, так как человек, возможно, православный, возможно, не православный, неважно, так или иначе, он извинился, да, вполне возможно, то есть, если он не извинился, он дурак, то есть, если такие извинения не работают, всегда сработают извинения на коленях. Встал бы просто на колени и сказал, ну, Diamond Roleplay, ну, как-то. Хотя, ради сотрудничества с Diamond Roleplay, я думаю, мало кто захотел бы вот что-то такое подобное сделать. Но непонятно сейчас, куда его, главное, возьмут. На СамПРП, ну, возможно, СамПРП, там, не знаю, Grand Roleplay, там, вроде, сейчас набирает каких-то ютуберов. Возможно, его туда возьмут. Ну, просто вот, ну, как вот это вот делается? Я не понимаю. На Аризону его вряд ли, конечно, возьмут. Но если возьмут, то, можно сказать, вообще повезло, сменил ежовые рукавицы на какие-то вот нормальные, знаете ли, такие кожаные перчатки, если вот так вот правильно можно сказать. Ну, то есть, вы поймите весь масштаб вот всей вот этой вот проблемы. Человек словил бизнес. Словил бизнес при помощи каких-то своих админских привилегий и так далее. Нет бы человека снять с админки и просто оставить, там, знаете ли, как ютубера проекта, да, оставить бы его как ютубера проекта, просто вот с админки снять, сказать, нет, чувак, мы тебя снимаем с админки, потому что вот так и так. А тут человек просто, знаете ли, один раз уступился, возможно, он даже не знал, что за это бывает, да, и сразу вот его уже вот так вот снимают. Зачем? Для чего, блять? На хуй, кому от этого стало лучше? Я не понимаю. Наверное, это показательная, все-таки, такая казнь была для каких-то там еще мелких ютуберов, которые сотрудничают за Diamond TrulliPlay. Я не знаю, что это за ютуберы такие, но если там есть какие-то еще ютуберы, которые сотрудничают за Diamond TrulliPlay, наверное, это все-таки была такая, знаете ли, показательная казнь, дабы в будущем люди, вот, играющие, снимающие на Diamond TrulliPlay ничего подобного не делали, дабы вообще знали, что за это бывает и так далее. Скорее всего, это так есть, скорее всего, это показательная казнь, которая показывает, что вот так вот, ну, в самом деле делать не надо. Вот, ну, вот так реально, ну, не нужно так делать, что вот, ну, вот, ну, я даже не знаю, я даже не знаю, как это по-другому еще можно описать, потому что, ну, это пиздец. Это просто, это реально, это пиздец, блять. человека снять с ютуберства, ну как это, блядь, уволить, наверное, да, уволить, будет правильно сказать, за то, что он словил бизнес при помощи админских привилегий. Что, блядь, зачем, нахуя, непонятно, ну абсолютно же точно непонятно, ну вот как так-то это происходит вообще? И, ну, ты вот так вот задумываешься, ебать, а что с Diamond Roly Play-то не так? На месте Аризоны, там, да и любого другого проекта сказали бы, блядь, больше так не делай, блядь, слий вот эту вот компанию, которую ты зарегистрировал в ГОС, и всё, и конфликт был бы исчерпан, нет, Diamond Roly Play должен указывать, сделать вот эти вот, знаете ли, показательные казни, все, какую-то прочую хуйню, вот, и всё. И всё просто, ну я не знаю, я, блядь, я вообще не знаю, как такое происходит, блядь, чё вообще такое случается, блядь, вот многое-многое, ну мне вот это вот непонятно абсолютно точно, то есть, ну я не знаю, какой вообще, адекватный проект, да, будет вот такое вот делать, вот такое вот показать, как вообще можно сотрудничать с Diamond Roly Play-то вот после всего этого, как люди вот до сих пор идут на сотрудничество, я-то думал, там, с Diamond сотрудничать, там, два-три человека, из которых, там, один человек митинг, но вот просто оказывается, что есть какие-то ещё маленькие ютуберы, которые, оказывается, оказывается, нарушают, блядь, правила тем, что возможно, ну, возможно, он даже не знал, я согласен, не знание закона, не освобождать от ответственности, но можно было бы хотя бы, там, я не знаю, предупредить человека, да, то, что на первый раз, вот, всё происходит вот так вот, но потом мы тебя уже снимем, если будет какая-то ещё такая подобная хуйня, и снимем не то, чтобы, там, с ютуберства и так далее, снимем тебя с админки, чтобы больше ты такой хуйнёй не занимался, но тут, понимаете, человека сняли и с админки, и со всего вообще сняли, и с ютуберства, то есть человек просто за одну какую-то, вот эту, знаете ли, ловлю бизнеса потерял абсолютно всё, я понятия не имею, что там был за бизнес, прибыльный, неприбыльный, там, какой классный, неклассный, там, вообще, стоило его покупать, не стоило его покупать, это абсолютно неважно, я вижу только вот одно, то, что человек купил, блядь, бизнес с админкой и с тем, что выдал себе, там, вот этот вот транспорт для того, чтобы доехать и словить вот это вот всё имущество, и его за это выгнали, выгнали с проекта, ну, вот так вообще, вот вы мне скажите, вот так вообще делается? Мне лично кажется, что нет. Ой, ладно, в общем-то, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, спасибо всем, кто был тут, всем, кто смотрел вот весь этот видеоролик, хочу вам напомнить, что на Аризона Ролиплей Феникс вы можете ввести мой никнейм Данте Коннор, и по достижению вами пятого игрового уровня вы получите себе целых 300 тысяч вертов, и вас там, знаете ли, с ютуберства на Аризона Ролиплей Феникс не снимут за то, что вы словите какой-то там, я не знаю, бизнес и всё прочее. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok